МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Инвесторы на сегодняшний день не так активно вкладывают в подъезды и в этажи. Рынок переключился на конечного потребителя, тот, который будет заезжать в квартиру и жить, который будет пользоваться квартирой. По нашей статистике объемы с нашими застройщиками у нас не упали, а наоборот увеличились. С вашими это с какими? Наши компании – это компания «Алгоритм», это компания «Вирастрой», это компания «Домстрой», «Стройком». Строительная перспектива. Ага, и партнер там еще, по-моему, был. Это все те, кто заключил договор с СССР, получается? Да, с Союзом риэлторов Барнауэлл. А какой все-таки объем вот эти вот компании, которые заключили с вами договор, они занимают на рынке предлагаемого жилья? Я думаю, что мы имеем порядка 50%. Все-таки сегодняшний переизбыток жилья на рынке, а также тот факт, что нулевого этапа заложено в прошлом году крайне мало, и в этом году его заложено тоже будет недостаточно много, он однажды приведет к тому, что переизбыток превратится в дефицит. Что вы по этому поводу думаете? Я думаю, что в любом случае сегодня застройщики ищут те площадки, где мы могли бы развивать жилищное строительство. Это покупка земельных участков у частных лиц, это возможность расширения на правый берег, скажем так, переход. Поэтому если городу быть, то город будет развиваться, и будут найдены те площадки, по которым могли бы осуществлять строительство жилого фонда. Если на карту Барнауэлла сейчас посмотреть, то вот эти разговоры о том, что где-то переизбыток, где-то дефицит, они становятся понятны, потому что в центре, например, приобрести жилье комфортное и не особенно дорогое сложно, там новостроек мало. А в тех местах, которые принято называть окраинами, наоборот, этот самый переизбыток есть. Это значит, что точечное строительство, оно будет и дальше развиваться. Можно ли из этого сделать вывод о том, что на фоне общего падения цен на жилье, оно все равно будет, это очевидно, где-то цены будут, наоборот, расти? Искренне не согласна о падении цен в связи с тем, что сегодня те строительные площадки, которые вновь открываются, по которым получают разрешение на строительство, сметная стоимость материалов заложена уже с учетом новых реалей, как это сейчас выгодно говорить. И в связи с этим мы понимаем, что 214 закон изменяется не в сторону удешевления, скажем так, под застройщиком. Те страховые выплаты, которые сегодня застройщик несет от 1,5 до 2%, все это накладывает отпечаток свой на установление цены. И цена по первичному рынку падать категорически не будет. Точно не будет, или есть варианты. Просто вы же знаете, что доля строительных материалов в цене готового дома, она на самом деле не настолько велика. То есть там очень много составляющих. Помимо строительных материалов есть еще инженерная составляющая. И на сегодняшний день нашими застройщиками поднимаются вопросы о регулировании цен на инженерное обеспечение этих участков. Это тоже не самое дешевое и далеко не дешевое удовольствие. Ну то есть земля стоит действительно серьезно сейчас. И земля стоит, и коммуникации провести, и монополисты инженерных сетей сегодня увеличивают ставки. Поэтому говорить о том, что застройщик пойдет на убыток, я думаю, нормальный, разумный застройщик этого делать не будет. Есть тенденции к акциям, конкретно взятым. Если застройщик поднимает дом, начинает его строить, на первоначальном этапе могут быть какие-то аукционные цены, которые влияют на общую, скажем так, тенденцию рынка. Но на сегодняшний день мы видим активные продажи. Эти продажи идут, и идут со значительной поддержкой госипотеки. Тем не менее, я обратил внимание, обзванивая наши заводы железобетонных изделий, что, во-первых, заказы несколько упали, а во-вторых, что заказывают сейчас? Сваи, фундаментные блоки заказывают меньше. Покупают в основном то, что необходимо для того, чтобы достроить уже готовое. То есть дефицит все-таки будет? Не готова так кардинально ответить на этот вопрос в связи с тем, что на самом деле застройщик сегодня прикладывает максимальное количество усилий для завершения строительства тех объемов, которые взял на себя обязательства. Новые площадки где-то со здоровенностью рассматриваются, где-то просчитываются. И поэтому сегодня, наверное, такого вала нет по своим фундаментам. Но мы понимаем, что в 2016 году все равно мы выйдем на тот формат строительства, который городу необходим. Многие застройщики отказываются от строительства. Правда, речь идет только о том жилье, которое рассматривается как элитное или бизнес-класс. В частности, на Красноармейском вот эти вот башни перестали строить. Хрустальные башни на Юрино тоже вроде как заморожено строительство. Какие из этого выводы можно сделать? Потребитель сегодня все-таки это эконом-класс. Это тот формат жилья, когда он нужен каждой семье. А средний класс сегодня пересматривает свои позиции, где-то удешевляет уровень своего проживания, где-то переориентируется на загородное жилье. Поэтому сегодня мы понимаем, что потребность существует очень колоссальная. Это хорошего комплекса загородного поселка, крупного, со своей инфраструктурой. И большие запросы сегодня именно у наших потребителей среднего класса вот в таком формате. А все-таки государствам необходимо обеспечить общий слой населения, это обыкновенными квартирами, в том формате, в котором они могли бы жить. То есть вы очень важную и интересную тему затронули о необходимости развития малоэтажного строительства. По данным Алтай-Красстата, по итогам 2015 года, малоэтажка потеряла меньше всего, всего 14%. И поскольку эта сфера более гибкая, сфера бизнеса, там и предложений гораздо больше интересных, и акций больше интересных. Сейчас вот обсуждается акция, компания «Боливар», она готовится строить новые поселки. Предлагают уже не просто участок, а участок с небольшим жильем. Жильем того же формата, который предлагается другими застройщиками, как малогабаритные квартиры, 18 квадратных метров. На ваш взгляд, малоэтажное строительство, насколько прибавит в ближайшие годы в связи с этой ситуацией на рынке? – Уверена совершенно, что эта тема должна развиваться и будет развиваться. Потребность в этом есть со стороны покупателей, со стороны наших клиентов. Единственный момент, который хотелось бы проговорить всем, кто начинает эти проекты, это законченная инфраструктура. То есть помимо 18 квадратных метров должны быть дороги, освещение, коммуникации, должен быть возможность детей посещения детского сада, школы. Поэтому это нужно рассматривать в комплексе, не только отдельно взятому частному инвестору, но и нашей администрации, и в том числе администрации районов, которые прилегают к городу Барнаулу. И тем застройщикам идти с точки зрения не временно купил землю, распилил, построил дом, продал, а именно с возможностью сопровождения дальше этого поселка и расширению его. Ну, наше время сейчас уже подходит к концу, и если резюмировать, играя в Нострадамуса, какая погода на рынке недвижимости нас ждет в наступившем, ну, уже давно, 16-м году? К чему мы придем? Мы ждем весну, цветы, улыбки, хорошее настроение. Мы понимаем, что потребности клиента будут удовлетворены теми застройщиками, которые сегодня на рынке строят. Поэтому без всяких бурь, катаклизм мы проживем 16-й год с хорошим настроением. Ну, спасибо за позитив, спасибо за беседу. Напомню нашим зрителям, что беседовали мы с президентом Союза риэлторов Барнаула и Алтайского края Марины Ракиной. Я редактор журнала «Алтайская стройка Константин Ганов». Читайте наш журнал во всех строительных магазинах. И до новых встреч!